Переходим к главному событию, это Мюнхенская конференция, которая вчера закончилась. Общий настрой конференции был во многом предопределен этими двумя событиями. Конференция началась, и все было в значительной степени определено убийством Навального и сдачей Авдеевки. Оба события прямо вот совпали с началом конференции, и поэтому настроение, естественно, было соответствующим. И в том числе там было настроение такое, что надо вообще спасать евроатлантическую цивилизацию, которая трещит по швам, надо укреплять НАТО, потому что вот Трамп придет и НАТО развалит. Доклад, который был опубликован, почему я назвал свой сегодняшний стрим утренний, проигрывают все. Потому что это практически некая перефразировка того доклада, который организаторы опубликовали с заголовком, ну, пожалуй, самым таким упадническим. И, значит, там проигрывают все со знаком вопроса. Я знак вопроса убрал, потому что я думаю, что на самом деле, несмотря на такой какой-то упаднический этот заголовок, он на самом деле выражает очень простую мысль. Я думаю, что вот эта война в центре Европы, она не идет по принципам, по правилам игры с нулевой суммой. Когда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Вот все, что происходит сейчас, все новости, которые происходят, они не носят характер игры с нулевой суммой. Потому что, гадают, убийство Навального, Путин выиграл или проиграл? Да нет, не выиграл, не проиграл. У него идет одновременно и выигрыш, и проигрыш. В конечном итоге больше проигрыша, безусловно. Больше проигрыша. Значит, то, что происходит сейчас на фронте, кто выигрывает? Проигрывают все, безусловно. То есть, да, есть какие-то сиюминутные бенефициары, но это сиюминутные. В конечном итоге эта война ведет к проигрышу всех. То есть, она даже, вот мы все время говорим о том, что бенефициаром является Китай. Да, судя по выступлению представителя Китая на этой конференции, в общем-то, особенно Китая не выигрывает. Некоторые мелкие детали, которые на этой конференции символизируют какие-то серьезные подвижки. В частности, то, что впервые делегация Украины, ну, конкретно президент Владимир Зеленский получил специально выделенное для него охраняемое помещение для приема, для общения с лидерами других стран. Почему этот пустяк, какой-то технический, канцелярский такой пустяк, офисный пустяк имеет значение? Потому что это статус. Дело в том, что там, так сказать, поскольку на полях конференции происходит постоянное общение, это самая главная вообще часть этой конференции, смысл конференции вот в этом межличностном двустороннем общении с представителями глав государства друг с другом. Так вот, значит, до этого всегда и Зеленский, и все его предшественники, они должны были ходить, так сказать, к другим более влиятельным политикам, которым выделялось помещение для приема гостей. В этот раз впервые Зеленский принимал у себя. Это существенная вещь, это означает фактически, что президент Украины сегодня воспринимается, я сейчас специально не называю, значит, по фамилию Владимира Зеленского, именно президент Украины. Ну, потому что я знаю, что многие из украинских участников нашего разговора очень ревностно относятся к каким-то личностным оценкам, я не собираюсь их давать. Но, тем не менее, президент Украины, он на сегодняшний момент стал одним из главных участников этой конференции и одной из самых важных и влиятельных фигур на планете Земля. На самом деле, вот эта, так сказать, мелкая деталь, она подчеркивает статус. То есть, это, мне кажется, важная история. Я понимаю, что, что называется, лучше бы 60 миллиардов долларов дали, это понятно, но, тем не менее, и это, конечно, слабое утешение в нынешней ситуации, но, тем не менее, это все равно, это будет конвертироваться в помощь. Потому что рост влияния Украины в мире, это, в общем, довольно существенная вещь. Значит, еще один мелкий такой вот ритуальный, я бы сказал, момент. Ну, это понятно, полное отсутствие России на этой конференции. России просто нет. Здесь, значит, официальных представителей России в Мюнхене сегодня вообще нет. Ну, а вместо Лаврова, его место занял главный дипломат Китая Ван И. Вот, значит, и в следующем году тоже России не ждут, ждут Китай. То есть, в известной степени Китай здесь замещает Россию. Это, в общем, тоже такая довольно знаковая вещь. Значит, кроме того, накануне Мюнхенской конференции Зеленский подписал с Германией и Францией соглашение по безопасности, которое предусматривает стратегическую долгосрочную поддержку. Это совместное, в частности, с немецким оборонным концерном совместное соглашение о производстве артиллерийских снарядов натовского калибра, что принципиально важно. То есть, Украина становится, получает достаточно сильную поддержку своей военной промышленности. То есть, ну, короче говоря, общий вывод из того, что произошло в Мюнхене, это то, что Европа готовится к долгой войне с Россией. Европа точно совершенно не бросит Украину. Это очевидно. То есть, на самом деле, вот здесь, конечно, произошло, вот в начале этого года, произошло важное событие, что, в общем-то, Соединенные Штаты Америки, которые долгое время были лидером свободного мира, на сегодняшний момент, вот сейчас, пока этот статус может быть временно, а может быть и не временно, утратили. Я бы все-таки думал, что сегодня уже можно такой вывод сделать. Это, мне кажется, ну, я бы, пожалуй, сформулировал именно так. Статус лидера свободного мира Соединенные Штаты Америки утратили. Значит, ну, спасибо здесь, главное спасибо здесь, надо сказать, Трампу. Естественно, соучаствовал в этом во всем Байден. Но, в любом случае, вот на сегодняшний момент, пока такой вывод сделать можно. Но Европа почувствовала себя взрослой. И в данном случае она проявляет себя, как повзрослевший субъект мировой политики. Вот такие основные выводы можно сделать по итогам Мюнхерской конференции. Субтитры создавал DimaTorzok